И только когда я разрешаю, уже пушистики выходят Они все стремятся в нее залезть, чтобы поехать со мной Когда мы переехали в эту квартиру, собаки вели себя очень странно Хранятся вещи питомцев Вас могут поймать и будет штраф Вы только посмотрите на это, это просто шок А можно даже крышу сделать Привет, я Эни Мэджик, со мной тут мои песики И мы переехали в Москву И сегодня я покажу вам нашу квартиру и как мы тут живем Потому что Москва это совершенно другой образ жизни Он более ритмичный и нужно успевать многое Мы делаем кучу дел Ходим на тренировки, в магазины за покупками Доделываем квартиру, готовимся к Новому году И конечно же я встречаюсь с друзьями И вот недавно я была в гостях Вот какой у моих друзей живет коте Это Мотя Мось, тебе тоже уже надоел этот 2020, да? Ты же кот, а это крысиный год Ребят, согласитесь, этот год был сложным для всех нас И пора уже эту крысу прогнать, да? Да! Да, поэтому мы прямо сейчас это и сделаем В Delivery Club нам уже доставили наш заказ из рыбного ресторана И у них сейчас проходит очень крутой новогодний проект про котиков Смотрите, кроме того, что они заменили свою иконку и лого Раньше был страус, а теперь котик Как это мило! Так они еще и сделали рыбный раздел И теперь мы вместе с вами можем помогать бездомным котикам и кошкам Вот по этому промокоду, промокод, вы получаете скидку 10% при заказе из рыбного раздела И деньги с каждого заказа, сделанного с этим промокодом, перечисляются в приюты для бездомных котиков Я лично считаю, что Delivery Club делает очень важное и доброе дело И мы тоже должны в этом поучаствовать и поддержать эту идею Поэтому внизу в описании я оставлю ссылку и промокод Скачивайте приложение, заказывайте из рыбных ресторанов Delivery Club И помогайте бездомным котикам Пусть коты прогонят год крысы, да? Да! Ну что ж, а теперь добро пожаловать к нам в гости И сейчас я вам покажу вот эту половину квартиры Ванную комнату, коридор А потом мы перейдем в ту часть И по пути я, конечно, расскажу, с какими трудностями я столкнулась Живя с четырьмя собаками в однушке в Москве Это капец Ну и, конечно, мы все очень надеемся на вашу поддержку Потому что в последнее время YouTube тупит и нам нужны ваши лайки Давайте наберем 50 тысяч лайков в этот раз Вот столько нам нужно Особенно, если вы хотите, чтобы мы повторили рубрику Наш день с утра до вечера только теперь в Москве И напишем много длинных комментариев Тем более, что я всегда их читаю, отвечаю, ставлю сердечко И они появляются в видео Возможно, у кого-то из вас найдутся какие-нибудь суперинтересные идеи для роликов в Москве Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал Потому что мы идем к цели 3 миллиона Начнем мы с начала всех квартир Это коридор Не обращайте внимания на то, что у нас здесь небольшой бардак Потому что ремонт закончился недавно И кое-что мы еще не вывезли Здесь висит вот такое вот черно-белое зеркало Здесь вот такой вот черный светильник на потолке В стиле старинных киноламп Коридор у нас тут довольно просторный Но первая проблема, с которой я столкнулась Это когда мы заходим с прогулки Ребята вот здесь вот очень сильно натаптывают Несмотря на то, что ванна у нас вот тут вот очень близко, рядом И мы сразу идем мыть лапы В коридоре у нас вот такая вот черная металлическая вешалка Сверху можно класть какое-то хранение, например, коробочки Здесь висит одежда, поводки для прогулок, рулетки Мои рюкзаки и сумки А также тут стоит вот такая вот металлическая подставочка под обувь На которой хранится обувь Тапочки те самые, про которые я вам рассказывала недавно в Икее Миша, ну я вся в твоей шерсти Дверь ванной у нас стеклянная И из-за этого происходит такой очень классный глянцевый эффект Ванная у нас небольшая В рум-туре я еще покажу все покупочки, которые я делала в Икее Кто смотрел влог наш, как мы с покемоном Юичу ходили по торговому центру Здесь у нас полотенце-сушитель, полочка, унитаз Ну, я думаю, это особо никому не интересно В ванной тоже такой черный металлический светильник Вот здесь вот зеркало и черная полочка И сразу скажу всем, кто, может быть, собирается делать ремонт или что-то такое Черный глянец, особенно стекло, это крайне неудобно Оно постоянно пачкается, его нужно все время отмывать Здесь вот этот черный дозатор, который я купила в Икее И такой беленький стеклянный стаканчик для зубных щеток и пасты Умывальник с ящиком для хранения косметики Здесь у нас стиральная машина Над ней тоже сделана черная полочка На ней что-то лежит Вот такой вот небольшой шкафчик зеркальный Тоже с всякими средствами За дверью у нас вот такая вот черная вешалочка с полотенцами Которую я тоже купила в Икее Конечно же, коврик и вот такая корзина для белья В которую я кидаю грязные вещи И там, кстати, сейчас футболка Рик и Морти Ну и, наверное, самое главное достоинство нашей ванны Это вот эта вот черная стеклянная красивая душевая кабина Внутри вот такой вот черный душ Она отделана плиткой И она на самом деле очень просторная А также тут такая полочка, на которой мочалочки Гели для душа, шампунчики, такое все Наши преданные подписчики знают, что вообще мы живем в загородном доме И поэтому у меня есть специальное место, где я мою собак, когда они заходят в прогулки Здесь же эта проблема в Москве очень серьезная Как я сказала, грязь в коридоре Их четверо, и я не могу всех сразу вот так вот охапкой занести Поэтому они, конечно же, следят Мне приходится это вытирать И потом мы заходим вот сюда вот в душевую кабину Я открываю ее Заходи, Юмичу, давай И мы моем тут лапки Я стараюсь загонять сюда в душевую кабину сразу всех Они все влазят И потом, когда уже лапы помоем, входить в дом Кстати, здесь вот такой вот специальный поддон Который тоже шел вместе с этой душевой кабиной Покупали мы ее в Леруа Она очень классная И поддон очень классный Но если вы видите, он как бы покрывается какими-то пятнами белыми Может быть, это от воды И, конечно же, стекло Его нужно постоянно мыть Сейчас оно не мытое И выглядит это, конечно, не очень эстетично В этом минус этой классной кабины И только когда я разрешаю, уже пушистики выходят Можно, пошлите Даже Мишка Итак, переходим в эту часть комнаты Это, кстати, квартира-студия То есть тут нет отдельных комнат Все сделано в одном пространстве В том числе и кухня, до которой мы дойдем Вот такой вот довольно большой шкаф С зеркалом во весь рост Чтобы себя видеть Это, кстати, игрушка кисы Алисы Когда она приезжает с нами сюда Она ею играет Про кису Алису я отдельно расскажу Вот здесь на входе из коридора Я поставила вот такой вот черный столик Я купила его как раз в Икеа Он металлический Тоже в таком стиле, как и вся квартира И самое крутое, что он еще может служить под носом То есть вот эта штука поднимается Ну, он здесь для того, чтобы когда ты заходишь Что-то скинуть, какие-то вещи сюда Вот, например, у меня здесь маска валяется А еще тот самый Дарт Вейдер, которого я купила Это вот такой вот фонарик очень классный Ну что, полазим немножко по шкафам, если вам интересно Этот шкаф тоже, кстати, из Икеи Вот такие вот у него двери здесь открываются И вот это зеркало тоже открывается На верхней полке у меня как раз хранится лежанка и когтеточка кисы Алисы На случай, когда она приезжает сюда со мной Внутри здесь такие вишала Они выезжают, чтобы было удобнее пользоваться И вот такая вот штучка, чтобы когда достаешь Что-то нужно достать из одежды Перевешивать ее вот сюда На левой стенке шкафа я сделала вот такую вот штуку Тоже из Икеи Это ременница или что-то такое Я не знаю, как это называется В общем, вешать сюда, например, сумки Она заезжает вот так вот И большую часть шкафа здесь занимает все-таки чемодан Потому что именно с ним я сюда и приезжаю Ну а внизу, вот в этой большой половине Вот такая обувница, в которой сейчас ничего не стоит Да, Софи? Да В узкой половине шкафа я тоже сделала вешалку Здесь в основном хранится что-то такое теплое Большое, толстовки, куртки Вот И шапочки всякие, перчаточки Полочки со штанами А вот эти две полочки занимают собачьи сумки С которыми я приезжаю в Москву А это рюкзачок вот такой вот покемоновский Сколько ребята любят со мной ездить Если я сейчас открою сумку, кто-нибудь обязательно в нее залезет, да? Они все стремятся в нее залезть, чтобы поехать со мной куда-нибудь Чаще всего я четверых Двое сюда в эту сумку влазят мелкие И двое туда, да? Очень важный момент в жизни с четырьмя собаками в однокомнатной квартире в Москве Это хранение их вещей То есть все равно нужно придумать, куда их складывать Как их хранить Игрушки, одежки Вот, например, те же сумки-переноски И плюс еще Алисины вещи Это занимает немало места Я в Москву им сюда привезла две лежанки Маши, Magic Family, если вы помните Они довольно большие И как раз по две собаки в них могут спать Конечно же, игрушечки, да, Покемоша? Вот, Эйвен спит в одной из лежаночек Они зелененькая и желтая На самом деле, я бы, конечно, хотела, чтобы они подходили очень под стиль И были такие же серые, черные или белые Но тратить лишние деньги зря, когда у меня уже есть лежанки Я, конечно, не вижу смысла Еще одна проблема – это шерсть Когда я ухожу из дома, все первым делом залазят на диван Ну, они и при мне это делают Но когда я дома, я хотя бы могу это как-то контролировать, разрешать или нет А когда меня нет, все спят именно на диване Зачем им их лежанки? Слава богу, что диван мы купили из такой ткани С которой очень легко убирать шерсть Кто разбирается в тканях, можете написать, что это за ткань Мне кажется, это называется вельвет То есть она такая вот полосатенькая Здесь три сочетания цвета Вот такой графитовый темно-серый Бежево-беленький И светло-серенький Кстати, подушки шли в наборе с этим диваном Их очень много Здесь этих подушек И диван на самом деле довольно большой Я бы даже сказала, он огромный Во-первых, он большой, когда убираешь подушки Тут может спать реально один человек спокойно Для тех, кто смотрел влог Это, кстати, тот самый плед, который я купила в H&M Home Он очень теплый Это шерсть, вот с такими вот весюлечками И он довольно большой То есть вот одному человеку как бы можно укрыться, как одеяло Так вот, этот диван, он еще и раскладывается И превращается в полноценную двуспальную кровать То есть вот так вот отъезжает эта штука очень легко И самое крутое, это то, что у него есть хранение Здесь я храню постельное белье, одеяло, подушки А когда его достаю, вот эти его подушки можно как раз туда и убрать Вот эта вот штука, она опускается Серые подушки могут пойти вот сюда И получается такая довольно большая кровать И самое прикольное, что можно выдвинуть только одну часть И сделать как бы угловой диван Можно выдвинуть две и получить огромную кроватку Ну а если у вас рост не 2 метра, вы даже можете спать перпендикулярно То есть вот так, а не в длину Короче, диван реально большой, стоит своих денег Мне он очень нравится И ребятам, походу, тоже больше, чем их лежанки Потому что они с удовольствием лежат на нем Здесь над диваном у меня сделаны вот такие вот полочки Это такие прикольные черно-металлические конструкции Лампочки над ними На них пока ничего особо не стоит Вот, например, я миртик поставила Это такое классное деревце, оно очень вкусно пахнет Ну, потому что декор все-таки это отдельная история И все это еще не доделано Также пока что не сделано рабочее какое-то пространство Поэтому я пока в Икеа купила столик Вот этот вот за до 500 рублей, реально И здесь компьютеры, периодически я монтирую Либо тут, либо в кухне Я попозже покажу, где Вот этот черный глянцевый светильничек Мне очень нравится его стиль Он подходит под весь интерьер Я купила в Хофе Еще один интересный момент Когда мы переехали в эту квартиру Собаки вели себя очень странно В том смысле, что я ожидала, что они будут нервничать Или стрессовать, как-то переживать А они просто вот так вот все четвером гурьбой закатились сюда Стали бегать, все обнюхивать И очень быстро привыкли Я думаю, что дело в том, что с ними здесь я И они как бы просто сменили, скажем так, локацию И стресса никакого не испытали Если бы они переехали куда-то, где меня не было То они бы, наверное, нервничали Но здесь они чувствуют себя очень комфортно Единственное, что я думаю, что здесь чуть меньше места для игр и беготни Потому что все-таки это квартира И она однокомнатная А на улице большую часть времени можно гулять только на поводке Только на собачьей площадке можно спустить собаку с поводка Потому что на улице небезопасно Очень много историй, как собак сбивают Как собаки теряются И как собаки дерутся с другими собаками В общем, это все не очень безопасно Всего в студии у нас три окна Поэтому здесь днем очень светло И я купила в Икеа вот такие вот шторы Очень длинные Они практически лежат на полу Вот здесь у нас одно окно Под стиль всей квартиры черные металлические карнизы И здесь шторы вот такой вот структуры Они серенькие, как бы в полосочку Мне очень нравится тоже эта ткань И если в спальной части квартиры вот такие шторы То в гостиной и кухонной немножко другие Давайте как раз сейчас туда и перейдем В общем, та часть плавно перетекает вот в эту И я сюда сейчас пока что поставила вот такие вот Огромные, большие бинбеги Которые я купила недавно в Хофе Изначально я хотела сюда поставить какое-нибудь кресло Диванчик со столиком Чтобы сидеть и наблюдать на балконе за природой Когда я их увидела, я просто не удержалась Потому что они такие прикольные Огромные, мягкие, серые И в них можно по-разному сидеть И даже можно по-другому его положить И вот так вот лежать Короче, мне эта очень тема зашла И я решила купить И если мне не понравится, я просто их перевезу домой За город Ну и тут вот такой вот большой комод Над комодом у нас кондиционер И вот такая вот лампочка в стиле всех остальных Черная, металлическая, с кучей маленьких светильничков На комоде стоит вот такое вот красивое черное блюдо Вот в этом комоде у нас 8 ящиков 4 маленьких и 4 больших В этом я пока что храню всякие упаковки и чехлы В этом нижнем различные строительные штуки В этом шкафчике большом хранится всякое белье, носки и все такое Я не буду вам его показывать А вот в этих двух хранятся вещи питомцев В левом маленьком шкафчике поилочка Дополнительные какие-то ошейники И всякие штуки для прогулок Собачьи духи Пакетики, конечно же Потому что без пакетиков в Москве абсолютно невозможно Куда бы ты ни пошел за собакой, везде нужно его убирать Даже на собачьей площадке Ну и если вы смотрели влог, как мы с Юмичу были в Икее Где она сходила в туалет Ну в общем да, пакетики всегда нужны Обязательно имейте их, если вы едете с собакой в город Или живете с собакой в городе Я думаю вы это понимаете прекрасно Иначе просто может вас могут поймать и будет штраф Или же вы просто встретите очень недовольных людей Которые будут на вас ругаться Если вы не уберете за своей собакой А еще одна проблема, с которой я столкнулась в Москве Живя в однокомнатной квартире Это лай моих песиков Дело в том, что они привыкли жить за городом И соответственно они охраняют свою территорию И конечно же, ну частенько так полаивают Но здесь это как бы не очень хорошо Потому что они живут в квартире, в доме Где есть другие жильцы И если кто-то поднимается по лестнице Они это слышат, они начинают гавкать Я стараюсь их отучать от этого, конечно же Но эта проблема тоже у нас есть Потому что они считают, что вот это тоже так же их территория И ее тоже нужно защищать Но я считаю, что от такого собаку, конечно же, нужно отучать Потому что кому понравится, что у соседей постоянно кто-то гавкает Да, покемон? Чаще всего это делает Юмичу с Афишей И Миша с Эйвеном тоже иногда к ним присоединяются А, Сафиш, судя по твоему лицу, тебе очень нравится, да, лежать в этой штуке Может быть ты в ней лучше будешь лежать, чем на диване Мне кажется, эту ткань будет еще проще чистить от шерсти В этом ящичке у нас хранятся какие-то дополнительные игрушечки Чтобы те убирать, а новые выдавать Чтобы собаки не привыкали и не скучали И вот такая вот переноска, которую я надеваю как слинг Как младенцев носит на животе мамочки Вот иногда так ношу еще собак И также их вещи хранятся вот в этой части Здесь у них лежат одежки в основном, которые мы здесь носим в Москве Когда погода холодная или мокрая Разные у нас тут комбинезончики для всех с собой есть И дождевички Но несмотря ни на какие дождевички, наш старичок Эйван гулять в плохую погоду вообще не любит Это просто капец Ну и вообще большую часть времени дома он спит, вот так вот свернувшись калачком Ну и в оставшихся вот этих двух ящиках здесь мои вещи Тут я храню всякую технику для съемок, для работы А вот тут вот просто какие-то документы, бумажки, очечки, кошелечки, украшеннички, антисептик Вот, кстати, так незаметненько в углу здесь спрятался пылесосик, который переехал из дома сюда на уборку квартиры Это очень удобно, ты его прямо вот с этой штучки снимаешь, идешь, пылесосишь и потом обратно сюда его убираешь И еще я забыла сказать про вот эти штуки Прикол в том, что у них есть вот такие вот ручки, это очень удобно Они же легкие, они наполнены какой-то такой штукой Ты ее берешь вот так вот за ручку и переносишь куда тебе нужно В общем, дальше это зона отдыха У нас перетекает в балкон и кухонную часть Так, кто посчитал, сколько я уже некоторых минусов перечислила из жизни с собаками в однокомнатной квартире Особенно с четырьмя, посчитайте А те, у кого есть собака, расскажите, пожалуйста, про свой опыт Будет очень интересно послушать Потому что вот еще один минус, это то, что вот эти шторы, когда они так висят и лежат на полу Это классная фишка, потому что они удлиняют пространство, делают выше потолок Но с другой стороны, на этих шторах внизу постоянно шерсть И эту шерсть нужно прибирать Кстати, про шерсть есть еще один отдельный момент Это то, что у нас здесь везде плитка, буквально вот по всей квартире Специально, чтобы можно было проще мыть пол Но вы только посмотрите на это, это просто шок Сколько шерсти собрал пылесос за всего лишь одну приборку в квартире Где живет четыре маленьких чихуахуа И не очень длинношерстных И при том пылесошу я довольно часто Я вам честно говорю, с такой проблемой шерсти в загородном у нас Я просто никогда не сталкивалась Много шерсти, особенно от четырех собачек в однокомнатной квартире Но есть и плюсы, например, лежанки и игрушки И даже одежда пачкается намного медленнее, чем за городом, где они гуляют Очень много Быстрее пачкаются Мыть их здесь нужно реже Лежанки, стирать и игрушки тоже реже Потому что они уже чистые, заходят в дом И здесь у нас висит вот так вот четыре шторы И когда мы их все раскрываем Получается такой балкон с дверью полностью стеклянной в пол Тут можно сидеть, смотреть вот туда наверх У нас очень зеленый двор, много деревьев Это очень классно И на балконе у нас полностью сделано остекление Здесь очень тихо за счет этого И даже внизу сделано такое матовое стекло Здесь стоит кискин-алискин туалет Когда она приезжает, она ходит в него И просто вот так вот два таких стульчика Сушилка для белья И когда у нас на улице прям совсем, вот совсем пипец Я иногда могу здесь детям постелить пеленку И выпустить их на балкон, да Если вообще вот нет возможности выйти погулять на улицу Ну и радует то, что у нас вокруг нет каких-то домов, да И шторы можно постоянно держать открытыми У нас нет такого, что напротив есть какой-то дом И окна друг друга смотрят И за тобой может кто-то подглядывать Ну у меня есть лично такая галочка Мне это не очень комфортно Расскажите, вот вы как к этому относитесь? Нормально или нет? В принципе, вот здесь вот как раз я и планирую сделать какое-то рабочее пространство Поставить стол, стул и здесь работать Смотреть в окно Мне кажется, это будет очень прикольно А вот тут вот у ребят вот такая вот красивая тарелочка Я привезла ее из дома И здесь они пьют водичку Как я сказала, это квартира-студия В кухонной части вот здесь вот мы убрали стену И в этой стене обнаружилась вот такая вот старинная батарея Мы ее просто оставили как разделитель между кухней и той зоной На кухне тоже вот такой вот металлический черный светильник под все освещение в квартире А вот тут стоит такая вот черная консоль из Икеи с кучей полочек Я ее до сих пор от пыли не протерла На ней пока тоже особо никакого декора Так, книжечки и ваза Она планировалась вот в этом месте Как разделение пространства между спальной диванной зоной и вот этой вот Но в итоге переехала туда А еще я недавно купила вот такой вот вольерчик Это прям вот на всякий случай Если кто-то пришел, мастер какой-нибудь или еще что-нибудь Или ребят, нужно по какой-то причине закрыть вольер Он пластиковый, прозрачный и можно делать низкий, а можно делать высокий И у него много секций А можно даже крышу сделать Короче, он очень легко собирается и он сам по себе очень легкий То есть перевозить его легко И прикольно, что из него можно сделать прям гигантский А можно сделать маленький И формы любые можно делать Здесь у нас в кухне тоже окно со шторами И вот такой вот очень прикольный столик я купила Не в Икее, в интернете где-то заказала Мне он очень понравился Он на такой металлической как бы ноге квадратной И вот такие вот два пластиковых стула Очень, кстати, удобные в плане сидения На красивеньких симпатичных металлических ножичках И по поводу кухни, которая позади меня Она тоже из Икеи Но суть в том, что я не хотела делать здесь какое-то прям вот кухонное пространство С кучей шкафов Это все как бы мне не особо нужно Потому что, как вы поняли, большую часть времени я питаюсь на доставке Поэтому и посуды мне нужно на двух человек максимум Здесь вот у меня хранятся баночки кофе с сахар Салатничек вот такой вот Такие же полочки, как в гостиной Я купила в Икее вот такие вот серые тарелочки Серые, беленькие, серые пиалочки на случай супа Штучечку, когда сполоснул посуду какой-нибудь кружечке Чтобы поставить сушиться, чтобы не ставить какую-то сушку Кстати, вот эти вот кружки куплены были в Хофе Они очень прикольные с такими котиками Это мальчик, а это девочка Соответственно, здесь и плита тоже маленькая для того, чтобы только подогреть в основном Но хотя на этой кухне можно и полноценно готовить Здесь есть раковина, пространство для этого Кто помнит влог, тот увидел кружку, наверное Также тут такой вот подносик из Икеи тоже в стиль Ну и по шкафам тут особо объяснять нечего Шкаф под раковиной это для хранения пакетов всяких средств и мусорка Вот здесь вот посудомойка Вот в этом шкафу хранится всякая кухонная утварь Полотенчики, поварежечки вот эти вот, которые я в Икее купила Чай А вот тут вот, ну, соответственно, приборы, ножницы, какая-то лопаточка И на самом деле у меня всего два набора приборов Просто часть находится сейчас в посудомойке А вот в этом нижнем шкафу очень удобно хранить корм То есть здесь хранится собачий корм Здесь есть удлинитель на всякий случай И миски, которые я привезла из дома Которыми сейчас я там не пользуюсь Я их заменила на новые А здесь вот эти вот старые Ну и, соответственно, конечно же, холодильник Маленький, тихий, качественный и очень вместительный на самом деле холодильник С морозилкой, в котором я храню продукты доставки Да Я надеюсь, я ничего не упустила Но если вдруг у вас будут какие-то вопросы Задавайте их в комментариях обязательно Я буду вам на них отвечать Кстати, здесь белый потолок у нас навесной Белые стены практически Белые вот такие высокие плинтуса И все это для того, чтобы это не бросалось в глаза Было общим пространством и было светло Вот в такой квартире мы сейчас все живем Спасибо вам за ваши лайки, за поддержку За, конечно же, комментарии И подписки Не забывайте подписываться И ссылочки все внизу в описании Переходите на новые ролики на других каналах Увидимся скоро в новых видео из Москвы Пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!